Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Для того, чтобы договориться на программу, вы сказали, что вы перезвоните, мы с вами свяжемся попозже, потому что сейчас как раз вы находитесь на соревнованиях. О каких соревнованиях вот тогда шла речь? Насколько серьезно я вас отвлек? И вообще, где вы тогда находились? В Кирове или, может быть, где-то за пределами области? Да, у нас проходил на сцене «Динамо» в Кирове чемпионат Кировской области по конькобежному спорту по программе «Сплинтерского многоборья» в памяти Рафаила Горча. Поэтому я занят был судейством этих соревнований и не смог сразу же с вами переговорить. Как прошли соревнования? Они завершились? Какие результаты показали конькобежцы? И есть ли какие-то результаты, которые можно расценивать как хорошие и очень хорошие? Да, есть о чем сказать. Нам, в общем-то, повезло с погодой. В первый день ребята и девочки бежали очень быстро. Многие улучшили свои личные результаты, выполнили и кандидатов в мастера спорта, и первый раз взят, и второй раз взят. Во второй день, правда, на дистанции тысячи метров у мужчин был сильный снегопад, но в любом случае это сильно не помешало лидерам соревнований, по крайней мере. И мы довольны, и тренеры довольны результатами этих соревнований. Ну, можно здесь отметить выступления, ну, я бы сказал так. Чемпионами области стали в спринтерском многоборье насильнейший спортсмен Данил Смирнов у мужчин, а у женщин попелышка Фаина. Ну, я бы отметил Корзуина Александра, который установил новый рекорд в Кировской области с юношей в спринтерском многоборье. Достаточно высокий норматив, он показал. Норматив кандидата в мастера спорта выполнила Бабкина Анастасия на дистанции 500 метров и по сумме в спринтерском многоборье. Ну, и повторюсь, что очень много выполнили разрядов и личных результатов. А вообще, насколько часто бьются рекорды области и сколько лет или десятилетия они могут стоять и быть непобитыми? По-разному, по-разному. Есть рекорды, которые у нас стоят и по 15 лет, да. Но в этом году много побили рекордов. Вот Александр Корзуин побил и на 3000, и на 5000, и на 1500. И вот по сумме в спринтерском многоборье на младшем возрасте рекорды есть. У юнерок есть рекорды, у девушек есть. Так что в этом году у нас год на рекорды урожайный. А с чем связано вот такое обилие рекордов? Просто конькобежцам во время турниров, во время соревнований повезло с погодой? Потому что все-таки соревноваться на открытых стадионах, ну, наверное, секретом не будет, что очень много влияет от погоды. Ветер, снег, лед и так далее. Все правильно. Конечно, погода для конькобежцам значит очень много. Ну, и спортивная форма тоже значит очень много. Потому что если и не будет высокой спортивной формы, готовности к конкретным соревнованиям, и даже в хорошую погоду, все равно результат высокий не показать. А если сходятся два вот этих, так сказать, момента погода и спортивная форма, то и получается рекорд или высокое достижение для спортсмена. Так что, как бы, то и другое важно. Ну, мы с вами беседуем как раз в начале марта, и, в принципе, для конькобежцев сезон уже практически завершается. То есть еще неделя-две, ну, и вы фактически уже закончите сезон. То есть можно какие-то промежуточные итоги сезона подвести для вашего вида спорта? Он вообще каким выдался? Удачным или можно было выступить лучше? Да, все правильно. Уже мы на финише спортивного сезона. И здесь можно сказать, что не то, чтобы промежуточные итоги какие-то провести, можно вообще сказать, что сезон был суперуспешный. Вот и тренер, и я скажу, что тренеры говорят, что такого успеха, который в этом году у нас никогда не было, я так как бы подтверждаю, потому что, ну, были там победители, там, чемпионы, призеры первой страны и среди взрослых, среди, там, так сказать, других возрастных групп, ну, допустим, один там или два человека. А в этом году у нас, как сезон начался в октябре месяце, у нас во всех возрастных группах есть чемпионы, победители и призеры первой страны. Я перечислю, потому что это очень важно для нас событие. То есть в октябре месяце, в конце октября прошел чемпионат в городе Коломния. У нас Смирнов Данил занял третье место, выступая первый год в мужчинах, занял третье место, завоял бронзовую медаль на чемпионате России в Мастарте. Вероника Суслова стала чемпионкой России в командной гонке. Она у нас выступает параллельным зачетом с Московской областью, но медаль есть медаль, а она и эта медаль и защита на Кировской области. То есть она стала чемпионкой страны в этой дисциплине. Дальше у нас по юнерам Анна Алькова стала чемпионкой России на дистанции 1500 метров, 3000 метров и по сумме многоборья, и выполнила норматив мастера спорта. Вот буквально 10 дней назад завершилась первенство России по среднему старшему возрасту в городе Коломния. Там наши юноши великолепно выступили. Александр Корзунин выиграл дистанцию 3000-5000 метров и по сумме многоборья стал второй и выполнил норматив мастера спорта. А в крытом катке выполнить норматив очень тяжело, да и на открытом тоже самое. И в среднем возрасте у нас Иван Стариков стал победителем первенства страны на дистанции 1500 метров и бронзовым призером на дистанции 3000 метров. К сожалению, только падение на дистанциях 500 и 1000 не дали ему возможность еще завоевать две медали и по сумме многоборья быть высоко. И вот четыре возрастные группы во всех возрастах у нас медали. Такого за всю историю коньков у нас Динамо не было. И еще у нас младший возраст на полуфинале первенства России в Екатеринбурге. Занял второе командное место, проиграв только Челябинску. И мы привезли оттуда пять медалей, из них две золотых. Сейчас они выезжают в Челябинск на финал первенства России по своему возрасту. Ждем от них удачное выступление. И впереди у нас еще остался чемпионат России по большому многоборью в Иркутске на новом катке, который построили в городе Иркутске. Туда у нас едут два сильнейших мужчины, это Сидоров Данил и Смирнов Данил. Так что ждем от них тоже успешного выступления. А насколько успешным может быть выступление? То есть они смогут побороться за медали или попадание, скажем так, в пять, в пятерку сильнейших будут уже успехом? Ну, за медали, наверное, вряд ли, конечно, получится. А в десятке сильнейших они вполне могут быть. Среди скольки участников? Ну, сколько заявится, сколько допустят там. Ну, порядка 16-20 человек. Ну, в принципе, неплохо. У нас допуск на соревнования очень такой ограниченный, особенно по взрослым пионерам. Очень сложно попасть. Поэтому выступают там только сильнейшие самые. Я вот, слушая вас, когда вы сказали, что этот год получился самым таким успешным и урожайным на медали, поймал себя на мысли, что ведь этот сезон, он получился для всех спортсменов ковидным. И, в принципе, подготовка, которую вы проводили прошлым летом, она была скорректирована из-за ситуации с коронавирусом. Как так получилось, что вот вся эта ситуация, она еще сказалась в положительную сторону на результатах? Ну, правда, можно удивиться этому факту, что вот в такой пандемии вроде там ограничены были тренировки и все, и мы добились таких результатов. Но, может быть, нам в какой-то степени удобнее было это все переносить зимним видом спорта, в частности, там, лыжникам, нам. Потому что, когда она началась, пандемия, то есть у нас как раз был переходный период, там, апрель месяц, май, когда еще, так сказать, таких тренировок нет. Вы выходили, получается, из сезона. Как бы, да, ну, как бы это не повлияло на какую-то дальнейшую подготовку, а потом, когда уже разрешили тренироваться, уже там, с июня месяца, грубо говоря, это нам не помешало, вот, так сказать, так подготовиться. И мы провели все сборы, которые и планировали изначально, то есть в августе мы стали уже выезжать в другие города на сборы, вот, в частности, город Челябинск. Поэтому у нас, в принципе, вот вся летняя, осенняя подготовка, она не пострадала. Ну, и тренеры с тебя работали, спортсмены работали, поэтому получился результат. Ну, и, насколько я помню, по году в прошлом, году прошлой осенью достаточно рано удалось залить лед на стадионе «Динамо», и, соответственно, вы на домашний-то лед вышли раньше обычного. Да, кстати, это тоже важный момент, если вспомним прошлую зиму, да, вчера, кстати, вот, говорили в передаче у Гордона, да, что это за всю там историю наблюдений, самая теплая зима была, значит, у нас только три дождя было, понеделья мы не катались, в течение декабря, январь-февраль мы три раза понеделья не катались даже. Ну, как можно в таких условиях соревноваться с крытыми катками? В этом году погода, видите, взяла свое, как в дальние времена, советские морозы, и мы впервые, вот, за последние годы вышли так рано на каток, 1 декабря, на «Динамо» имеется в виду, и без всяких оттепелей, без всего, вот, три месяца катаемся, значит, это, конечно, тоже влияет. Результат именно, особенно, вот, молодежи, детского возраста, младшего возраста, потому что они не пропускают тренировки, если, ну, морозы, может, где-то чуть-чуть повлияли, но это и то не сильно. Ну, и потом нам помогают, и мы катаемся, ведь осенью на стране «Родина», и в «Дымке» летом катаемся, хоть немного, но это нам тоже в помощь, как говорится, спасибо здесь и Министерству спорта, и молодежной политики Кировской области, которые нам помогают в этом вопросе. Ну, вот, вы как раз сказали про морозы, буквально сняли у меня вопрос с языка, потому что, да, оттепелей не было, да, не было дождей, но в этом году, по сравнению с прошлыми зимами, достаточно-таки сурово морозы, 35 градусов, держалось практически, там, неделю, вот, в этой связи, как корректировались тренировки, может быть, не отменялись, а переносились на более раннее время, когда, там, днём чуть-чуть потеплее было? Ну, да, такое бывает, что утром, там, приходишь на стадион на лёд, там, минус 25, но всё зависит от ветра, от каких-то условий. Иногда и в 25 катались, там, в 23, там, значит, если невозможно кататься холоднее, то тренировка в помещении, там, техническая или силовая, по плану тренеров. Ну, как правило, днём было теплее, да, то есть, дети, которые тренируются во второй половине дня, им было, конечно, преимущество, то есть, в 3 часа, там, в 4 было теплее. Насколько я помню, в 3 часа тренировки вообще не отменялись. Там, вот, где морозы такие попали большие, это вот, в праздники, поэтому, как бы, тренировок там не было, потом часть людей у нас была на выезде, поэтому мы вот эти тренировки, как бы. Ну, вот эти морозы, они не попали на соревновательный период, то есть, когда у вас проводились какие-то турниры, и, соответственно, на результаты в этом плане, там, 35-градусные морозы не повлияли. Нет, это ничего не повлияло, потому что, как раз в эти, вот, говорю, сроки, там, у нас проходило в Коломне, первом, со стороны, вот, в Екатеринбург выезжали, в Санкт-Петербург выезжали, то есть, люди были на выездах, а те, кто оставался здесь, ну, они вот так тренировались, учитывая условия. Я знаю, что конькобежцы, ну, любят, можно сказать, что любят, когда идет такой перепад температур, то есть, с более холодной на более теплой. Почему? Потому что лед в это время становится более мягким, и, соответственно, он более такой раскатистый, накатистый, и результат можно показать намного лучше. Насколько вот этот фактор влияет? Правильно, правильно, вот, так сказать, замечание или уточнение, значит, вот как раз чемпионат области это и показал, то есть, было холодно, и как раз вот в понедельник, первое число, резкое потепление к вечеру, и вот были показаны хорошие секунды. И во второй день уже было даже 0 градусов, а лед-то он минусовой, потому что температура сама считается, для катучести льда это минус 4, как бы, но здесь общая температура была, конечно, теплее, но температура льда, она все равно минус, поэтому и результаты были. Какие-то еще, может быть, соревнования остались до конца сезона провести именно в Кирове? Что ждет конькобежцев в нашем городе? Да, у нас еще в эти выходные, 6-7 числа, на стороне «Динамо» проводятся всероссийские соревнования в памяти заслуженного мастера спорта, нашего почетного гражданина города Кирова, Марии Григорьевны Исаковой. Начало соревнований в 11 часов оба дня, там выступают у нас под программой спринтерской многобории юноши и девушки среднего и старшего возраста, это последнее крупное соревнование в городе. Ну и через неделю у нас финал первенства школы, значит, там выступают самые маленькие дети, которые занимаются у нас. То есть выступают именно ваши воспитанники, а не все любители, скажем так, из других школ? Ну, соревнования всероссийские, если говорить про Пресс-Исаковой, то да, мы ждем приезда из других городов, ну и наши спортсмены города Кирова и города Кировщепецка. Нет досады, что сезон так быстро закончился, то есть вы говорите, всего три месяца покатались на домашнем льду и снова приходится зачехляться и переходить в режим ожидания? Ну, здесь, наверное, индивидуально это все у каждого. Может, кто работает со взрослыми, там, с высшим мысльством, у которых сезон катания начался в августе месяце, может, им уже и как раз в марте окончания достаточно. Конечно, дети, которые маленькие, то, может быть, по весне бы покататься в таком хорошей погоде, по льду, еще повыполнять разряды какие-то. Наверное, они бы, наверное, довольны были бы и тренеры, и дети в таких условиях кататься. Но прогноз погоды пока вот вроде как до 20 марта позволяет использовать лед. Посмотрим, что на самом деле получится. Нам все равно уже здесь искусственного льда не будет, никуда мы не поедем, поэтому будем довольствоваться, естественно, льдом в стадионе «Динамо». Ну, то есть можно надеяться, что сезон для конькобежцев, как минимум для юных конькобежцев, он немножко продлится там хотя бы до второй декады марта. Пусть без соревнований, но, тем не менее, лед для тренировок он будет, и, соответственно, ребята будут выходить тренироваться. Да, все правильно. Так и должно быть, и будет. Какие-то перспективы на следующий сезон уже есть? Или пока об этом загадывать рано? Ну, наверное, еще рано говорить. Ближе, так сказать, к следующему сезону уже, так сказать, можно будет планировать. Ну, как правило, ведь люди, которые выступают в лидерах там в России на виду, переходя из возраста в возраст, они все равно, так сказать, ничего не случается такого, то они этот уровень поддерживают или повышают и все равно находятся в когорте сильнейших спортсменов. Поэтому, я думаю, что можно с оптимизмом смотреть на следующий сезон. Единственный вопрос у нас всегда возникает по подготовке летом, там, осенью, когда недостаточно средств для выезда на сборы. Вот если мы эти вопросы решаем, то у нас все получается, как в этом году. Вот я надеюсь, что и на следующий год так будет. Давайте тогда договоримся с вами встретиться перед началом следующего сезона, либо в самом его начале, и, соответственно, уже поговорить о конькобежном спорте еще раз. А я напоминаю, что это была программа «На спорте», я ее ведущий Антон Погодин, а сегодня у меня в гостях был заместитель председателя Федерации конькобежного спорта Кировской области Юрий Анатольевич Волов. Всем большое спасибо, до свидания. Спасибо. На спорте!